Победа для всего клуба, для болельщиков. Да, тяжелая была игра, да, в концовке были у них моменты, но самое главное мы выиграли. Честно говоря, очень рад вернуться после пяти месяцев отсутствия. Ощущения классные, особенно потому что выиграли. Очень рад помочь команде и забрать ей три очка. Ты отметился двумя забитыми мячами. Подробнее расскажи, давай начнем с первого. Ну, с первого была комбинация, немного она не прошла, там не прошла обостряющая передача. Защитник перехватил, я скачал мяч мне. Я ударил, залетел в ворота. Получилась хорошая комбинация. Центр-центр, на фланг, джи. Я изо всех сил бежал, шрафнул это, да. Он прострелил хорошую передачу, я замкнул. Должны были спокойно заканчивать, забивать голы, даже после того, как пропустили. Нужно было просто контролировать мяч, не терять в простых ситуациях. Но главное, что 2-1 мы выиграли. Ну да, психологический момент, когда удаляют тяжелого игрока. Думаешь, все, тем более еще ведешь 2-0, думаешь, уже все, мы победили. Тут забивают другая команда, тем более самый опасный момент. Самый опасный момент – это стандарты. Это самое опасное, когда у людей нет одного игрока. Пропустили, потом пошла паника. Это, наверное, нормально. И тренер сказал, что у всех команд такое бывает. Но самое главное, выдержали и победили. По 100-балльной процентной шкале себя сейчас на сколько ощущаешь? Процентов на 85-90. Есть еще куда расти. И постараюсь это сделать уже в ближайшем матче. Ну, после двух пенальти меня поддержали и семья, и девушка поддержала. Сказали, что у всех бывает и у великих игроков, когда они забивают два пенальти. Поэтому я сильно не переживал на этот пенальт, на этот счет. И старался дальше побывать в команде. В полуродии получается. Надо уже думать только об игре с «Зенитом». Завтра устранительная тренировка, и вот с нее начнем уже готовиться. Ну, на самом деле, у нас вообще тяжелая концовка. Это и Краснодар, «Зенит», «Рубин», «Динамо», «Крылья». Очень тяжелый отрезок. Будем биться, будем стараться, потому что у нас другого выхода нету. Оступать некуда. Будем играть на победу.